Заметки электрика На пластиковом щите КМПН-5 от компании ЕЭК Который я применил для установки автомата питания микропроцессорного терминала защиты ТОР-200 Об этом я рассказывал вам уже в предыдущем своем видеоролике В общем согласно проекту нам необходимо было установить двухполюсный автоматический выключатель На щите постоянного тока 220 вольт Но как видите свободного места здесь не оказалось А потому было принято решение установить его в стороне в отдельном небольшом пластиковом боксе щиточки Ну а в качестве щита и был выбран навесной пластиковый щит КМПН на 5 модулей Вообще по количеству модулей щиты КМПН выпускается от 5 до 36 с количеством рядов от 1 до 3 Таким образом вы без проблем можете подобрать для себя необходимые габариты и комплектацию щита Ну вот его внешний вид и габаритные размеры Так вот интересно у него открывается дверца Так же вот и защелкивается Материал корпуса выполнен из АБС пластика Дверца из поликарбоната И данный щит имеет степень защиты корпуса при закрытой дверце IP55 Рекомендую вам своими глазами посмотреть в моем отдельном видео Как проводится испытание оборудования в специальной камере дождя На соответствие его степени защиты Очень интересно Естественно что благодаря высокой степени защиты IP55 Щиты применимы для эксплуатации в помещениях с высоким уровнем влажности и содержания пыли Это у нас промышленные цеха Могут быть гаражи, автомойки, подвалы Даже на открытом воздухе и так далее Кстати степень защиты корпуса IP55 Здесь достигается полиуретановым уплотнителем По всему периметру щита Я чуть позже покажу И на его лицевой стороне Вот То есть потому и указано Что именно при закрытой дверце Как раз вот эти вот все выступающие части Они предлагают к этому полиуретану Ну и также в том числе за счет Сплошных вот таких вот сальников Для ввода кабелей в щит Эти сальники идут у нас в комплекте Но о комплекте поговорим чуть позже Дверца открывается Не очень широко Может быть порядка 100 градусов Но этого вполне достаточно Для коммутации нашим автоматическим выключателем В данном щите имеется возможность Сменить место установки дверцы Чем я собственно и воспользовался В моем случае гораздо удобнее Когда дверца открывается вот таким образом налево А изначально она была установлена Вот с этой стороны шарнира Дверца имеет симпатичный серый цвет Ну или дымчатый его еще можно назвать Может для дома цветовая гамма и критична При выборе щита Но для подстанции это вообще Мы на это не обращаем внимания Ну и тем не менее отметить стоит Дверцу щита можно опломбировать Вот видите есть здесь специальный паз для этого Ну здесь продергивается проволока И ставится уже пломба Ну это в принципе хорошая альтернатива Для тех кто не хочет использовать другие способы Опломбирования Коммутационных аппаратов Там боксы, пластиковые заглушки, наклейки и тому подобное Можно установить просто здесь пломбу на весь щит и готово Тем не менее лично я Не сторонник этого А вдруг со временем вы решите Что нибудь добавить в щит Какие нибудь отходящие дополнительные автоматы Дополнительные устройства автоматики Индикации И так далее А вдруг какое нибудь устройство выйдет из строя И его необходимо будет заменить К тому же периодически необходимо обслуживать щит Протягивать клеммы коммутационных аппаратов Нулевых шин и тому подобное Но зная случаи где Именно необходимо Опломбировать весь щит Ну в общем имейте это ввиду Что такая возможность здесь есть Вот эта внешняя панель Крепится к основанию щита С помощью четырех пластиковых винтов С крупной резьбой Вот они установлены Вот, вот, вот И вот Как видите при открытой дверце Доступ к этим щитам не перекрывается Как это обычно бывает У многих встречающихся мне щитах Ну а здесь видите в дверце просто сделаны вырезы Соответствующие Здесь на вот этой защелке тоже сделаны вырезы Откручиваются быстро Ну вот мы и добрались и до внутренностей Нашего щита Кстати основание щита Имеет достаточную толщину Показалось мне достаточно прочным То есть не гибкая такая Нехильенькая конструкция В комплектацию щита у нас входит Латунная шинка на 6 групп Пластиковая крышка для держателя шины Сам держатель установлен уже внутри щита Я его позже покажу Ну про сальники я уже говорил Вот два сальника для ввода кабелей Две резиновые заглушки Поскольку щит имеет степень защиты IP55 То эти заглушки как раз таки и нужны Для того чтобы не допустить попадания воды Через крепежное отверстие внутрь щита Ну и сам непосредственно крепежный комплект Бюпеля, саморезы В этот же комплект входит наклейка Для нанесения надписей Установленных в щите устройств Вот полиуретановое уплотнение В основании щита Про которое я упоминал чуть ранее В щитах побольше от 18 модулей Даже встроена ампула с уровнем Вполне полезная и удобная функция Но в данном щите ее к сожалению нет В общем что здесь Сделал разметку Посверлил отверстие на поверхности Ну и установил щит на два крепежных винта В основании щита Вот тут вот если приглядеться видно Вот здесь снизу А так же по бокам Вот Вот Имеются перфорированные отверстия Различного диаметра Для ввода кабелей Ну или труб Прямо непосредственно в щит Ну как видите в моем примере Здесь заведен ввод А так же уходит Два отходящих кабеля Вот у нас установлен держатель Для шинки Ну или другими словами Суппорт Он у нас крепится На саморезах Сейчас я его сниму И покажу как установить туда шинку Берется наша шинка И вставляется В этот держатель Ну вот например я ее сейчас установлю Практически симметрично Вот так вот А сверху сейчас Установлю пластиковую крышку И зафиксирую шинку Чтобы она в этом держателе Не перемещалась Таким образом Шинка у нас получается Зафиксированной И изолированной Что обеспечивает защиту От случайного к ней прикосновения Для подключения жил Кабелей И их затяжки В держателе имеются Вот специальные Прорези Держатель С шиной Можно установить Как Сверху щита Так и снизу Ну допустим Как вот он был у меня установлен Вот таким образом Кстати я уже как-то говорил В одном из видео Вот такие вот держатели Мне чем-то напоминает Суппорта Как В старых щитах От ABB Ну как вы видите В центре щита Установлена Динрейка Она крепится Непосредственно К основанию щита По высоте И глубине Она никак не регулируется Да и в моем случае Это пожалуй ни к чему К тому же Расстояние От рейки До основания щита Составляет Более 12 миллиметров Что без проблем Позволит с задней стороны Проложить Жгуты проводов Или отходящие кабели То есть В данном щите Их будет Не так и много Ну немножко Пробегусь По схемке В общем Это Двухполюсный автомат Питания Микропроцессорного Терминала Тор 200 Питается у нас С щита Постоянного Тока напряжения 220 вольт Соответственно На верхние клеммы Автомата На верхние зажимы Приходят у нас Два проводника Плюс Минус Здесь Плюс Минус У нас уходит уже кабелем Непосредственно На сам терминал Далее Здесь Используется у нас Автомат Итан ПЛ7 Номиналом 6 А И к нему Установлена Дополнительная Приставка С блок Контактами Здесь у нас Используется Нормально закрытый Блок Контакт Который В случае Отключения Автомата Выдает сигнал В нашу Предупредительную Сигнализацию Диспетчеру То есть Вот такая Простенькая Схемка Здесь Помимо Автомата Я еще здесь Установил Торцевые Заглушки Чтобы ничего У нас здесь Не смещалось Все стояло Четко И аккуратно Так как Здесь используется 220 вольт Постоянного Напряжения То здесь Применен Специальный Автомат То есть Для Постоянного Тока У него Обязательно Имеется Полярность Вот видно Плюс-минус Также и По выходу То есть Здесь Нужно Подключать Строго Как-то Вот требует Маркировка Обозначение То есть Вот это Полюс Приходящий Этот полюс Идет Назад Скажу Сразу Что Из автоматов На постоянный Ток У нас В основном Используются Автоматы Шнайдер Электрик Это серия Шнайдер Шнайдер Чуть Реже Эбб Серию На память Не помню Ну и Стали Еще Используют Итан На рынке Очень мало Подобных Изделий А если Которые Есть То Они Имеют Почему-то Заоблачную Цену Хотя По конструкции Прям особой Разницы Я бы Я не Увидел Ну да Там Где-то Усиленные Контакты Где-то Немножко Помассивнее Дугогасящая Камера То есть Разница В разы Там 10-15 Раз дороже Не знаю Почему Другие Производители Не занимают Нишу По производству Вот таких Подобных Автоматов Ну может быть Они не особо Распространены Тем не менее Все равно Щиты Постоянного Тока Они были Есть И еще Долгое Время Будут Есть наверное О чем Задуматься Ну соответственно При данной Схеме Щита Нам Никакая Нулевая Шинка И не требуется Поэтому Чтобы не Загромождать Место Я ее Отсюда Убрал Ну и Как видите В щите Остается Еще Достаточно Места Для Выполнения Подключений Правда Если вы Не будете Использовать Аппараты С удлиненным Корпусом Типа Счетчика Меркурий Ну есть Такие Еще Автоматы Удлиненные Или Там Многофункциональное Устройство Поэтому При стандартных Вот таких Габаритах Автоматов Вполне Достаточно Места Как сверху Щита Так и Сбоку В заключении Хотел бы Отметить Что данный Щит Имеет Вполне Приличный Дизайн Не только Для установки На подстанциях Или там Еще где Либо Но и На домах Квартирах А почему бы и нет Также У него Удобная Конструкция Для сборки И монтажа То есть В комплект Практически Входит Весь необходимый Минимальный Перечень А в связи С этим Можно смело Сказать Что данный Щит Является Вполне Конкурентоспособным И востребованным Продуктом На рынке К тому же За такую Приемлемую Цену В любом Случа Решение По выбору Щита Того Или иного Производителя Остается Исключительно За вами Я лишь Вам Установки Данного Щита На обслуживаемой Подстанции Ну вот В принципе На этом И все Если у вас Есть какие-то Вопросы Что-то Непонятно Обязательно Спрашивайте Об этом В комментариях Если вам Понравилось Видео Обязательно Ставьте лайки Обязательно Подписывайтесь На канал Ну а С вами был Дмитрий Автор Канала Заметки Электрика До новых Встреч